Смотрите, мы в этой лекции сейчас выработали понимание, что нужно женщине. И это понимание переделать невозможно. Если мужчина не понимает, что женщина должна быть расслабленная, счастливая, удовлетворенная, если он не хочет с ней всю-сю-пу-сю, аккуратненько себя вести, разговаривать нежно, мягко, ласково, никакого счастья он не получит в жизни, даже будет заботиться о ней, деньги приносить, хорошее положение в обществе, в квартире, все равно она его любить не будет. Все. Теперь смотрите, что нужно мужчине. Вот если вы, допустим, заботитесь, ухаживаете, нежно себя ведете, вот все это как бы хорошо, но если вы не признаете, что мужчина знает, как правильно, он своего мужа не признает, он говорит, да замолчи ты, давайте послушаем, давай послушаем Олег Геннадьевича, замолчи, ничего не изображаешь, послушай лекцию, правильно. Вот когда женщина так себя ведет, муж ее любить не будет. Почему? Потому что самая большая ценность для мужчины, это когда жена уважает его мнение, относится к нему, очень верит в его слова, его возможности, разум. Если женщина вот верит, мужчина сильно любит. Верно она себя ведет, именно к нему как к личности. Допустим, женщина говорит, что ты у меня летчик, мог бы быть, допустим, бизнесменом, он не любит, потому что она его не понимает. И она, допустим, говорит, ты у меня летчик, это самое лучшее, что может быть на свете вообще для меня. Он думает, это мой человек, я хочу жить с этим человеком. Мне нравится такая жена, она уважает меня как личность. Причем женщина, она склонна видеть недостатки мужчины, склонна очень глубоко понимать неправоту его мнения. У нее есть такая склонность, она это все видит, чувствует. Но она при этом должна знать, что для нее является главной аскезой уважения к мнению мужа и уважения к его статусу внутреннему. Бывают исключения. Вот, допустим, женщина уважает статус мужчины, она ценит его мнение, слушает всегда его и так далее. Иногда бывает так, что женщина вот очень уважает мужчину, признает его мнение, уважает его деятельность. Мужчина ее предает, допустим, изменяет. Она должна в этот момент показать ему свой протест. Несмотря на свое уважение к нему, она должна ему на всю жизнь показать, что она может вести себя по другому. Игнорировать его, не обращать на него внимания. И как будто бы его нет. Вот так, собственно. Если женщина так сможет в этот момент, то он поймет ценность того, что было до этого. Если она все время вот уважала, ценила его, и потом раз, вот так он ей предал, она жестко так все начала вести. Она всю жизнь запомнит и больше придавать не будет. Потому что само по себе уважение мужчины – это всего лишь одна сторона медали запомнить женщину. Это неправильное отношение к мужчине. Вот внешнее уважение должно сочетаться с внутренней строгостью. Если женщина ценит, уважает мужчину про личность, она там всегда с ним очень аккуратно, ласково, понимаете, это, с одной стороны, вызывает в женщине сильную любовь, привязанность, а с другой стороны, мужчина, естественно, по своей природе начинает ей пренебрегать. И часто, когда женщина видит пренебрежение вот такое, она себя только уже поставила в подчиненное положение, она как-то не чувствует силы в себе поменять ситуацию. И она просто терпит это пренебрежение. Это чисто восточный стиль поведения у женщин. Это абсолютно неправильный стиль поведения, потому что это приводит к тому, что мужчина бросает жену просто. То есть нужно в тот момент, когда вы видели, или что он начал вами прибегать, вы просто не разговариваете с ним. Просто ты здесь, а я там. Ты там, а я здесь. То есть мы как будто не вместе. То есть вы все выполняете обязанности, все, но не разговариваете с ним. И в этот момент он осознает, что он теряет. Понимаете? Только поступок. Вы, допустим, подходите к нему и говорите, вот понимаешь, ты понимаешь, нельзя мне перенебрегать. Я ведь могу не поговорить с тобой, молчать. Вот если вы предупредили, его еще хуже только будет. А, ты можешь молчать, но не по барабану. А если просто вот вы не предупрежали, раз, не разговариваете с ним. И по-доброму не разговариваете просто. Он начинает спрашивать, что такое, почему не разговариваете, что случилось. И вы ему говорите, слушайте меня, вы ему говорите, да ничего не случилось, ты же сам все понимаешь. И продолжать не разговаривать. Продолжение следует...